Слово попытаться сделать все, чтобы спасти самолеты людей, летящих в нем, не спас. Гиберпилотов устанавливали на лайнеры пяти разных авиакомпаний в обстановке полной секретности. Руководство этих компаний согласилось на рискованный эксперимент, но по документам кардинальная модернизация самолетов проходила как плановая проверка и обновление модулей информационно-технического контроля. В случае неудачи никто не хотел нести ответственность, никто не хотел рисковать и подставлять свою голову. Андрей отошел от окна, рухнул в кресло, включил телевизор. На экране возникло смуглое лицо президента Франции. Диктор бесстрастно сообщил. Нигазаркай отметил, что шансы найти людей, летевших на авиалайнере Air France, очень малы. Проклятие. Выключите, выключите этот чертов экран. Гумилев заткнул кнопку на пульте и заметил, что у него дрожат руки. Вот это уже никуда не годится, вслух сказал он и поразился как глухо. А чушь темно прозвучил его голос в тишине кабинет. От окна в кресло он вскочил и принялся ходить на стеклянную клетку в крыльных пцах. Под прицелом множества глаз и объективов камер сидят преступники. Он ведь и есть преступник. Двести двадцать восемь жизней. И все они на его совести. Нет, неправда. Он хотел помочь человечеству сделать рыбок в будущее. Но суровая правда такова. Двести двадцать восемь из них уже никогда не попадут в это будущее. Они навечно остались в прошлом, в небытии. Где-то под холодными волнами Атлантического океана. Где-то там аудио книжка играетесь. Он хотел людям добра. Всем людям. Всем до единого. А получилось прогресс с любой ценой. Любой. Даже такой. Нет. Хотя. И из глубины сознания Андрея Гуми. Он также не нуждался и в чужих извинениях. Эмоции и сантименты имеют право на жизнь только на страницах женских романов и в мыльных операх. В жизни им не место. Лет пятнадцать назад, еще будучи студентом, он случайно поймал на обмане или, говоря по-простому, на крысятничестве своего первого компаньона по первому же копеечному бизнесу Кольку Комарова. Тот, пытаясь урвать больше, чем положено по договору с партнером, за спиной Андрея начал вести переговоры с конкурентами. И попался. Попался случайно. Впрочем, в жизни Комарова все, включая его появление на свет, было одной большой случайностью. «Прости, Андрюха», — оправдался Колька, нелепо улыбаясь. «Сам не знаю, как это вышло. Они предложили ей, я сразу не отказался, а дальше покатило базар-вокзал. Простить? За что?» Холодно пожал плечами в ответ на это сумбурное покаяние Гумилев. Коваров снова улыбнулся, шаркул ногой. «Ну, это за то, что хотел, ну, обойти тебя. Кинуть», — уточнил Андрей. «Ну, типа того. Как-то случайно получилось, само свой. Нет, Николай, ты сделал это осознанно. Ты прекрасно знал, если все получится, я окажусь вне игры, ведь так? Андрюха, понимаешь, в общем, я раскаиваюсь. Ты извиняешься только потому, что я поймал тебя за руку. Гумилев был по-прежнему холоден, но даже не взглянул на Комарова. Если бы твоя афера удалась, ты бы сейчас праздновал победу, а не раскаивался». Колька понял, что разговор пошел серьезный, стряхнул с себя дурашливую маску и забил им тоном. «Ослужай, Гумилев, людям свой соглас, если ты не научишься прощать у тебя, а не станутся друзей». «Друзей?» — усмехнулся Андрей. «Таких друзей? За хобот и в музей. И ты еще будешь уйти меня, что я должен делать, а чего нет? Ты не так понял?» «Да, я накосячил, но я же извинился». «Чего не стоит. О людях я сужу по их делам, понял? Мы не можем сейчас бросить наше дело и разбежаться. Слишком много сил и средств вложено. Но я теперь знаю, ты слишком любишь деньги в своем кармане. И можешь ради них пойти на все, даже предать партнера. И относиться к тебе я буду соответственно на все. Точка». Правота слова Гумилева насчет любви Комарова к деньгам подтвердилась спустя несколько месяцев, когда Колька попался на торговле травкой в университете. Ему светило отчисление и три года тюрьмы. Андрей имел возможность помочь партнеру избежать суда, мог вытащить, но не пошевелил даже пальцем. В итоге Комаров получил срок. Гумилева бросил своего компаньона, шептались за спиной Андрея. Однокашники прямо обвинили его в бездействии. Люди должны помогать друг другу. Гнилой ты Андрей. Сдал пацана мента. Отомстил, да? За тот случай, да? У Андрея есть хороший рассказ. Дороги, которые мы выбираем. Считали? И он был сам. В дальнейшем Андрей всегда придерживался такой линии поведения. Он старался быть бесстрастным, холодным и рациональным. Именно эти качества Гумилев считал самыми важными в жизни. И еще он любил зеркала. Они были для него воплощением честности, потому что отражали то, что есть на самом деле. Себя в душе он считал человеком-зеркалом, на зло отвечающему злом, а на добро – добром. Злопамятность, благодарность – это всего лишь чувства. Зеркалу они не нужны. На удар надо отвечать ударом, а не подставлять щеку. Такова жизнь. Впрочем, эти его правила не работали, когда речь шла об отношениях с близкими и любимыми людьми. Конечно, Андрей совершил ошибки и не отказывался их признавать. Иной раз самогритика Гумилева была настолько безжалостной, что доходила до самоистязания. Одним из его любимых выражений было «каждый получает по заслугам». Каждый. И он в том числе. Но свои ошибки Андрей всегда исправлял или старался исправить. И никогда не уклонялся от ответственности. Но в его жизни еще не было ошибки ценой в 228 жизни. Ужас. Вот точное название того, что сейчас испытывал Гумилев. Его не сломало исчезновение Евы, не вывело из равновесия происшествия с прозрачными людьми, не испугало покушения. Но катастрофа. Казалось, он сам был пассажиром того лайнера. Сам погиб вместе с остальными. И теперь его изломанное тело медленно погружалось в один тьму Атлантики. Душа горела, выжигаемая изнутри дьявольским пламенем. Гумилев больше не мог оставаться наедине с собой. Но избежать от себя он тоже не мог. Он провел рисунную ночь наедине с бутылкой виски. А на утро следующего дня остававшего лайнера будет непросто. В районе падения самолета глубины океана составляют несколько сот метров. Арсений Ковалев, который в отличие от Гумилева не предавался самопичеванию, встретил это сообщение с воодушевлением. Андрей, это нам на руку. Не будет черных ящиков, никто не сможет нам ничего предъявить. Это может кто знает, может мы и правда не виноваты. И это просто ошибка пилота. В конце концов, самолеты падали и до установки нашего искусственного интеллекта. Ответа он не получил. Идов полностью ушел в себя. Так это не означало, что Андрей уклонился в дел. Ковалев, напротив, служба безопасности у корпорации получила приказ провести полномасштабное внутреннее расследование с привлечением независимых экспертов. Он хотел убедиться сам и убедить других, что при разработке искусственного интеллекта не было допущено ошибок. Ковалев ничего не узнал об этом. Ни одного он руководил работами по проекту, и Ковалев не хотел, чтобы Арсений влиял на ход расследования. Катастрофа вытеснила из сознания Андрея все. И бизнес, и семью. Он почти не виделся с дочерью. Избегал встреч с Марго. Куда-то исчезли и испарились мысли о жене. Своими днями и кумилев, он протяживал в своем кабинете, жадно выискивая в сети новые подробности поисковой операции. Они не заставили себя ждать. Спустя три дня в Атлантическом океане были найдены тела погибших, личные вещи пассажиров и множество обломков самолета. Ковалев наконец-то узнал о расследовании и страшно возмутился, что его не поставили в известность. Вся документация и комплектующие переданы сторонним людям, крича вам в трубку. Андрей, что ты делаешь? Ссор ни в коем случае нельзя выносить из избы. Эксперты получают каждую лишь часть документации и образцы микросхемы. Я распорядился предоставить для анализа лишь части системы, мне нужны результаты. Успокойся, Арсений. Успокойся и не мешай. Иначе... Не договорив, Гумилёв отключился. Как-то незаметно пролетел месяц. Корпорация Гумилёва не получила никаких официальных обвинений. Air France прислала секретный протокол с результатами работы специальной комиссии. В документе сообщалось, что прямых доказательств ошибочных листов искусственного интереса не вынужден. Поэтому мне целесообразно мотивирует систему других самолетов компании. Тем не менее, Алина заслала всем участвующим в проекте авиакомпаниям письма с настоятельной рекомендацией обключить блоки из метрового интеллекта, пока не будут получены результаты внутреннего расследования. Кроме был против, но он не проявил первое мнение приятеля. В проекте письма Гумилёва и за все отвечал он на деньги. Ответы были предсказуемы. Затрачено слишком много средств, причины аварии А-330 не установлены, так что мсье Гумилёву не стоит торопиться с выводами. По большому счету авиаперевозчики иносказательно и дипломатично повторили слова Ковалева. Самолеты падали и искусственного интеллекта не надо светиться. Последний день юния выдался пасмурно. Ты у нас там еще? Андрей с раннего утра сидел в кабинете, отключив все телефоны и конкурторы. Им владело какое-то странное пение. Сердце сжималось от нехорошего предчувствия, и он ничего не мог с собой поделать. С востока на город надвигалась тяжелая туча. Наслепительные молнии разрывали ее свинцовую плоть, и гром гулко бил по ушам, словно эхо близких взрывов. Потом пошел дождь. Умерев некоторое время бездумно блюдом, как капельки воды сбегают по секлу. И вдруг, поверяясь к негадному порыву, включил телевизор. На экране возникло изображение покрытых шарками пеной волн. Они качали какой-то мусор, тряпки, ажевые спасательные швейки. Бегущая строка Ронадуша сообщала, Алиолайнер А-30 Еминской компанией Еминей Эймер, на борту которого находились 153 человека, потерпел крушение в Индийском океане, в нескольких километрах от побережья Коморских островов. Еминей Эймер, входил в пятерку партнеров корпорации Гумилева. Эймер в самолетах стоялась и муком набрал Ковалева. Немедленно распорядись о ремонтаже всех систем ИСИНа, заорал в трубку. Бьем ошибка? Ошибка! Андрей, не горячись! Чувствовалось, что рождение напугал голос Комилева, но говорить он старался спокойно. Еще неизвестно, есть ли в этой аварии наша вина. Давай подать все результаты. Швырнув, телефон на стол. Сил спорить не было. Андрей включил компьютер, выбил на экран ангенту новостей и прочитал. Как сообщили юридские власти, на месте крушения саморота Airbus 310 обнаружили тела погибших. Число найденных останков не уточняется. Уку Милева потенела в глазах. Закололось сердце. По спине вышло столько пот. Сообщения медленно взбросли по экрану. На месте крушения лайнера емельских авиалиний спасателям удалось найти уцелевшего пассажира. Им оказался ребенок. Сударно вдохнув, Рик сцепился руками в свои стола. И вышел ребенок. Может быть, он не один? Может быть, все не так уж и страшно. Люди спаслись, люди живы. Они качаются ради облых океанов в своих жилетах. Для них все уже позади. И сейчас опытные, сильные спасатели помогают им забираться в лодке. А на берегу уже приготовлены номера в лучших отелях. Медики и психологи ждут. Новая строчка, появившаяся на экране, разве стало все мечтания Гумилева. Единственным выжившим оказался пятилетний мальчик. Его имя и национальность уточняются. Единственным мальчик пять лет. Чуть старше, чем Маруся. И выжил. Родители уже не мог лететь один. Родители пять лет. Все заботится или навечно впечатлится в память, изгалечив психику маленького человечка. Господи, представлен Андрей, Господи. Он никогда не верил в Бога. Но сейчас, находясь на краю безумия, сам не заметил, как обратился к нему. Обратился потому, что больше взывать было просто нету. По уточненным данным, выжившим пассажиром злополучного рейса является 14-летняя французская девушка по имени Байя Бакари. А не пятилетний мальчик, как сообщалось ранее. Значит, мальчик погиб, подумал Андрей. Черт, вы репортер. Не могут отличить девочку-подростка от маленького мальчика. Идут копившиеся неделями нервное напряжение прорвалось наружу. В голове сильно вспыхнула одна из тех молний, что освещали небо над Москвой. Андрей Зарычаг захлопнул ноутбук изо всех сил рванувшись он бросил компьютер в окно. Пусть непробиваемая степь он закутел как мальковал. Ее казалось что отсутствуем. Непонятно бежала перепугодная секретарша. За ее спиной виднелись загранили. Андрей Львович что-то случилось? Мы слышали шума. Случилось! Выдрнувшись Гумилев устарился за ее безумными глазами. Ничего не случилось. Просто сегодня погибли 152 человека. Могло быть больше, но одна девочка не мешла. Понимаешь? Рутина! А месяц назад тоже рутина! Погибли 228 человек! Сколько это всего? Сколько? Он сорвался на крик с жабыми звуками. Кабинет кружился перед глазами и все клюло. Кольц добравшись до дивана Андрей тяжело опустился на него. 152 плюс 228 отдельно пробормотала середжа. Это будет 380. Надо же! Надо же! Ровное число! Прохрепел Гумилев щетно пытаясь расстегнуть по улицу сорочки. Он начал задыхаться. Паническая атака сдавила горло по телу пробежала лома дрожьей. Последний мембул и Андрей попытался начать обратный отсчет. Одной мембул мембул темс! Нев тонн V что vas нужны они Wang ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава шестнадцатая. Маленькие хитрости. Домой Кумирев возвращался уже за полночь. За ухлением машины мелькали огни ночной Москвы. Над поклонной горой парила в лужах прожекторов фигура богини Ники. Ника – это победа, подумал Андрей. Победа. При одолении беды беда уже пришла. Гибнут люди. Я попытался остановить это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА